В Тверской области продолжаются рейды по контролю за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Нарушителей санитарного режима ловили в автобусах транспорта Верхневолжья. А как это было в нашем сюжете. Уже более полутора лет Тверская область, как и вся Россия, живет в условиях пандемии. Обязательный масочный режим в регионе ввели с 12 октября 2020 года. Такое решение принял губернатор Тверской области Игорь Руденя. Жители Верхневолжья обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественном транспорте, на вокзалах и остановках, а также на мероприятиях и в учреждениях. Как отмечает Сергей Верхоглядов, министр транспорта Тверской области, использование маски в общественном транспорте – это своеобразный элемент уважения к окружающим. В час пик сложно соблюдать социальную дистанцию в автобусе, поэтому маска помогает избежать заражения коронавирусом. Народ соблюдает. Мы заходим, они, бывает, сразу одевают, говорят, дома забыли, мы предлагаем им свои маски бесплатно, естественно. А так народ соблюдает, старается, по крайней мере, старается соблюдать. Представители контролирующих ведомств и спецслужб проводят рейды ежедневно. За 12 января было составлено около 10 протоколов, а за все время контроля с 21 октября было оштрафовано почти 560 пассажиров сотрудниками полиции. Главной задачей является не оштрафовать антимасочников в общественных местах, а побудить население использовать средства защиты в период резкого подъема уровня заболеваемости коронавирусом. Но все равно есть и те, кто безответственно подходит к этому делу. Вы к институции читаете, если люди имеют право даже не носить, понимаете? Какое право? К институции читаете, командир. Если хотите, я позвоню сейчас, будем с командиром. Скажите, пожалуйста, а почему вы без маски? А за это сейчас штрафуют? Пусть штрафуют. А вы вакцинированы? Да. А как вы думаете, нужно носить маски или нет все-таки? Ну, вообще надо, потому что хоть и вакцинированные, но ты все равно можешь переносить вирус, но не болеть сам. Поэтому маску все же носить надо. А почему вы не носите? Ну, говорю, забыл одеть. Также в автобусах продолжают соблюдать усиленные меры дезинфекции перед запуском транспортных средств на линии. Компания-перевозчик Верхневожская АТП выполняет все необходимые санитарные мероприятия, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и не допустить распространения коронавирусной инфекции. Обработка всех поверхностей, с которыми контактируют пассажиры, производится с применением специальных дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором. Сумма штрафа за нарушение масочного режима в общественном транспорте составляет от 1000 рублей, при повторном нарушении от 15 тысяч рублей. А сами рейды по контролю будут проводиться до февраля 2024 года.